Эту тему обсудим далее. С нами на связи Максим Джигун, политолог. Максим, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Добрый вечер. Хад вас видеть. Здравствуйте. Взаимно. Максим, ну а как вам кажется, да, как вы видите, увидим ли мы инструкторов и в целом, да, давайте так, не просто людей, представляющих другие государства и страны НАТО в Украине, да, которые, скорее всего, присутствуют на разных уровнях в нашей стране, но все же, да, вот развитие этой истории с инструкторами, ну и кто его знает, как будет далее. Так, возможно, вы нам, да, расскажете свои ожидания, Максим, по поводу того, каким будет этот сценарий, по вашему мнению. Как по мне, отправка в Украину инструкторов – это какой-то промежуточный этап в договоренностях между Украиной и западными союзниками в вопросах помощи Украине в российско-украинской войне. Если вспомнить, что было несколько дней назад, когда там Макрон и Шольц заявляли о разрешении Украине защищаться в способ ударов по Российской Федерации, но там были некоторые условия, и очень так аккуратно они об этом сказали, Это, как по мне, также часть вот этого промежуточного решения, после которого должно пойти более жесткое объяснение, почему делать это нужно и почему уже без каких-либо условий и Франция, и Германия должны дать разрешение на подобные активности со стороны Украины. Мы сегодня находимся в 2024 году, в году, когда более половины населения мира голосуют на разного рода выборах, поэтому делать какие-то очень жесткие и резкие заявления никто не хочет, особенно в контексте международной политики. Мы понимаем, что позиция администрации Байдена сегодня довольно-таки аккуратная, потому что Соединенные Штаты заходят в избирательный процесс очень активно. Та же ситуация с выборами в евроинституции и на национальных уровнях в разных странах Евросоюза в том числе. Поэтому переходить, скажем, с одного уровня на другой в вопросах поддержки Украины слишком быстро, также не хочется западным лидерам. Конечно же, это не то, на что мы рассчитываем, это не то, что нам нужно в финальном счете, но это хорошая почва для того, чтобы усиливать эти договоренности, демонстрировать, что не только инструкторы, но и другие виды вооруженных сил и в другом статусе могут также помогать вооруженным силам Украины. О том, что в ближайшем времени западные инструкторы могут появиться в Украине, по моему мнению, свидетельствует тот факт, что заговорили страны Европейского Союза, страны НАТО о том, что возможно в скором будущем силы ПВО западных стран будут контролировать западные области Украины. И вот, как по мне, это очень коррелируется с вопросом нахождения в Украине западных инструкторов, потому что, скорее всего, они будут находиться в тех же областях западных, где будут учить украинских военных. Потому не только для того, чтобы убезопасить украинские территории, но для того, чтобы убезопасить своих военных, лоббируется и этот вопрос как составляющая более глобального вопроса о том, чтобы более постоянные присутствия и глобальные имели здесь военные и иностранные государства. И, как по мне, сегодня Украина, конечно же, борется не только за себя, но и за интересы и ценности западных государств. Поэтому такое развитие событий является абсолютно логическим. И в вопросах, когда Украина противостоит одной из самых больших, самых сильных армий мира, несмотря на более чем два года войны против России, помощь здесь точно не будет лишней. Максим, а с другой стороны, если посмотреть с политической точки зрения, то насколько вот это важный сигнал, то, что инструкторы иностранные уже будут не на территории, допустим, государства Европейского Союза обучать украинских военных, а приедут непосредственно сюда? Ну, вы знаете, если бы Макрон, либо другой лидер ЕС заявил о том, что они отправляют какой-то ограниченный контингент, но там в восточные области, это было бы очень сильным заявлением. По состоянию на сегодня это имеет позитив с двух точек, скажем, зрения. Во-первых, потому что это ускоряет логистику, потому что украинские военные не должны будут отправляться за границу, адаптироваться там, проходить какие-то языковые курсы в другой стране. Во-вторых, потому что здесь можно будет быстрее учить украинских военных. В этом абсолютно есть позитивные моменты, и это повлияет позитивно. С другой стороны, когда здесь уже будут, ну, хоть какие-то представители вооруженных сил иностранных государств официально, публично и длительное время, это, ну, знаете, сделает более легким решение о том, чтобы переходить к какому-то новому качественному уровню взаимодействия. Я бы навел здесь параллель с, например, 22-м годом, когда в первые месяцы войны Германия там поставляла в Украину 10 тысяч касок, несколько бинтов и ни одного больше, да, и говорили, что это предел их помощи Украине. Но сегодня это страна, которая дает и танки, и тяжелое вооружение, и артиллерию, и снаряды, и ракеты, и другую технику, и нет предела этой помощи в будущем. Поэтому в контексте присутствия здесь западных войск точно такая же ситуация. Все постепенно, все системно и с перспективой на то, чтобы в дальнейшем усиливать и делать это взаимодействие более глубоким и качественным. Максим, а я вас спрошу по поводу реакции Кремля, да, но мы уже видим, что реагирует по-разному, да, хотя, в принципе, как бы история там одна, да, угрозы, угрозы, еще раз угрозы, очередная история с эскалацией, красные линии и так далее, и так далее. Но у меня вот возникает вопрос, ну, если вот такая какая-то истерическая реакция, но при том же там по разным оценкам, по разным заявлениям, да, представители официальных лиц, да, того же Кремля, или пропагандистов, ну, получается, что, ну, Россия и так уже воюет с НАТО. Тогда возникает вопрос, чего же вы боитесь-то? Ну, в чем вопрос, почему так происходит? Да, как вы бы прокомментировали вот такую, давайте так, используя слово «несуразицу» в позициях, Максим? Дело в том, что в 22-м, частично в 23-м году в России было больше козырей для того, чтобы шантажировать Запад и на каждый шаг западных лидеров действовать там симметрически, либо асимметрически, но повышая ставки. По состоянию на сегодня в России не остается аргументов в пользу свою, чтобы продемонстрировать, что какой-то шаг, какое-то там пересечение красных линий Москвы в очередной раз со стороны стран Запада как-то произведет к усилению там угрозы со стороны России. Западные лидеры все больше утверждаются в том мнении, что в России уже как бы и нет возможностей для того, чтобы как-то еще сильнее шантажировать либо угрожать этим же государствам. Поэтому на каждый новый шаг, который становится все более жестким и правильным, наверное, со стороны и политической, и военной от наших союзников, упирается только в словесные перепалки, в какие-то словесные угрозы, но не более того. В то время, когда там Франция, Германия, возможно Соединенные Штаты, другие государства могут отправлять свои войска в Украину, как бы повышая эти ставки. Россия может только как-то там перекидать какие-то свои войска в Беларусь, возможно где-то еще на границе с Украиной либо с другими государствами Европейского Союза и, к примеру, как в последнем случае с буйками на границе с балтийскими странами, убирать буйки по речной границе с странами Балтии. Это все, что они могут по факту сделать. Их ядерные угрозы остаются важным аргументом, но при этом западные аналитики, украинские спецслужбы утверждают, что шансы на применение таких сил по состоянию на сегодняшний день минимальны, поэтому все более уверенно чувствуют себя и Макрон, и Шольц, и другие премьеры и президенты своих стран в том, чтобы помогать Украине. И тоже решение с разрешением Украине бить по территории России западным вооружением является частью вот этой системы понимания того, что Россия уже не может предложить каких-то новых угроз, которые будут принуждать западных лидеров действовать более аккуратно и взвешенно в контексте помощи Украине. Ну, а если посмотреть вот с той стороны, вы сейчас уже упомянули вот эту угрозу со стороны Российской Федерации, которая периодически озвучивает сторону стран Европейского Союза, а если посмотреть с той стороны, что вот эта отправка инструкторов, она может быть таким моментом перенимания опыта, да, то есть как украинские защитники противостоят этой агрессии, вот насколько серьезна сейчас эта ситуация, насколько такой опыт может быть интересен военным Европейском Союзе, военным странах НАТО? Ну, в Украине уже появился анекдот о том, что через год, либо там через какой-нибудь период времени, когда будут говорить спасибо друг другу западные инструкторы, украинские военные, домой поедут инструкторы с большим запасом знаний и опыта, чем украинские военные, потому что Украина по состоянию на сегодня единственная страна западного полушария, которая имеет такой опыт военных действий в 21 веке с использованием новых технологий, и которая может быть очень полезной для стран НАТО и для усиления потенциала оборонного для Северноатлантического альянса. Поэтому для России это тоже не очень приятный факт. Впрочем, каких-то адекватных реакций, активных на эти действия, они предложить сегодня не могут. Но то, что по окончанию этой войны, и, как мы все верим, победой Украины, интерес в нашей стране как полноценном члене НАТО будет большим со стороны, скажем, Североатлантического альянса, чем, возможно, со стороны Украины, потому что Украина является уже сегодня носителем уникальных знаний и опыта, которые очень важны и нужны для западных стран для того, чтобы усиливать свои возможности и для того, чтобы противостоять таким центрам зла, как сегодня есть Россия, либо тот же Иран, Северная Корея, либо Китай. То есть все эти страны, которые чуждые демократии, которые не хотят жить в мире с остальными странами мира. Максим, спасибо вам большое за разговор, за то, что присоединились к нашему эфиру. Благодарим. Максим Джигун, политолог, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok